Служение Дерека Принца Примите Святой Дух Тема моего сегодняшнего урока имеет свое название «Примите Святого Духа». Это одна из центральных тем всего Нового Завета, и это тема, которая касается каждого христианина, потому что ожидается, что каждый христианин примет Святого Духа. К сожалению, в церкви, в особенности в евангельской, харизматической, пятидесятнической части церкви, есть очень много смущений и недопониманий относительно того, что значит фраза «Примите Духа Святого». Например, Баптист скажет «Я принял Святого Духа, когда родился свыше, и больше нечего мне принимать». А пятидесятник скажет «Нет, вы не приняли Святого Духа, когда родились свыше, вы не приняли Святого Духа, пока не крестились в Него и не стали говорить на иных языках». И они начинают злиться друг на друга, как и в большинстве случаев, когда искренние христиане не соглашаются на основании Писания. Правда в том, что каждый из них частично прав и частично неправ. Я думаю, что смогу помочь вам разобраться в этом вопросе. Факт в том, что в Новом Завете представлены два разных способа, которыми люди принимают Святого Духа, и когда мы определим два этих способа, то больше не будет путаницы. Я буду использовать две исторические ситуации из Нового Завета, чтобы определить два этих способа, описать их и показать различия между ними. Расскажу о двух воскресениях, которые играют очень важную роль в истории христианской церкви. Первое — это пасхальное воскресение, а второе случилось семь недель спустя, и называется «Воскресение Пятидесятницы». В обоих случаях верующие пережили принятие Святого Духа, но они отличались друг от друга. И когда мы рассмотрим оба случая, тогда поймем, к какому из них мы можем отнести себя лично. Принял ли я Святого Духа, или же я могу принять еще что-то, что входит в принятие Святого Духа? Поэтому сначала я хотел бы прочесть о пасхальном воскресении и первом появлении Иисуса в группе своих учеников, которая описана в Евангелии от Иоанна 20 главе. Начнем с 19 стиха. «В тот же первый день недели вечером» сказано тут. Вы знаете, что первый день недели — это воскресенье. Шаббат — это седьмой день недели, а воскресенье — это начало новой недели. На иврите он называется «Йом Ришон» — первый день. Получается, что на иврите название дней более соответствует Библии, чем у нас. К сожалению, во многих других европейских языках дни недели названы в честь языческих богов. Среда на английском — это день 1, четверг — это день Тора, воскресенье — это день Бога Солнца. Это очень печально, что наши дни недели носят эти языческие названия, тогда как на иврите — это первый день, второй, третий, четвертый, пятый день, шестой день, и затем, наконец, седьмой день — шаббат. А воскресенье — это «Йом Ришон». Если вы живете в Иерусалиме, то знаете, что самый занятый день — это воскресенье. Все начинает работать. В шаббат все отдыхали, а в первый день недели все берутся за работу. И большинство собраний верующих в Израиле проводят свои богослужения в субботу, потому что воскресенье — это рабочий день. Но это была некая дополнительная информация для вас, и, как всегда, денег за нее я не возьму. Что ж, возвращаемся к 19 стиху, в тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где собирались ученики его, были заперты из бассейна от иудеев, пришел Иисус и стал посреди, и говорит им «Мир вам!» Сказав это, он показал им руки и ноги и ребра свои. «Зачем он это сделал?» Чтобы убедить их в том, что они видят то же тело, что и на кресте. Преобразованные славой, но все равно то же телом. Ученики обрадовались, увидев Господа, и я всегда думал, что это очень слабое выражение. Иисус сказал им вторично «Мир вам!» «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас!» Сказав это, Дунул и говорит им «Примите Духа Святого!» Хочу прокомментировать последний стих. Слово, переведенное как «Дунул», используется по отношению к флейтисту, который дует флейту, чтобы произвести музыку. Я думаю, что Иисус не стоял на каком-то расстоянии и дунул на всех вместе. Он дунул на каждого индивидуально. И делая это, Он говорил «Примите Духа Святого!» В греческом языке есть очень много времен, в том числе и в повелительном наклонении. И в этом случае время указывает на то, что они принимали тогда, когда Он говорил эти слова. Итак, в тот момент каждый ученик принял Святого Духа, и в этом нет никаких сомнений. А что это значит? Я считаю, что в тот момент они перешли от Ветхозаветного спасения к Новозаветному. Были люди, которые были спасены в Ветхом Завете. Они были спасены через веру в жертву, которая еще не была принесена, но была обещана в пророчествах и обетованиях. То есть их вера ждала чего-то не исполнившегося, но в Новом Завете мы спасаемся через веру в жертву Иисуса Христа на кресте, которое уже совершилось. Когда Иисус умер, Он сказал «совершилось», и мы смотрим на завершенную работу. Павел говорит, что для того, чтобы пережить Новозаветное спасение, нужны две вещи, описанные в Послании к Римлянам, 10 главе 9 стихе. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься». Итак, для Новозаветного спасения есть два требования. «Исповедать Иисуса Господом и поверить, что Бог воскресил Его из мертвых». Те ученики уже давно исповедали Иисуса Господом, но это был первый раз, когда они поверили, что Бог воскресил Его из мертвых. Они перешли из категории Ветхого Завета в категорию Нового Завета, и это стало определенной моделью поведения. Это произошло благодаря их встрече с воскрешим Христом и благодаря принятию от Него выдохнутого им Духа. Слово «Дух» в греческом, или «панума», также обозначает «ветер и дыхание». Итак, когда Он думал в них и сказал «примите Святого Духа», тем самым Он сказал «примите Святое Дыхание». Это была прямая передача от человека к человеку. Они стали частью нового творения. Ваш разум возвращается к первому творению, когда в Эдемском саду Бог создал из земли тело. И что же Он сделал, чтобы сделать это тело живою душою? Он вдохнул в Него дыхание жизни, и человек стал творением, стал живой душой. Новое творение следует той же модели, только теперь это делает не Бог в Эдемском саду, а Господь Спаситель, который прошел сквозь смерть и вышел из могилы. И Он вдохнул в Своих учеников абсолютно победоносную жизнь. Это жизнь, победившая грех, сатану, могилу и смерть. Вот что принесло дыхание Спасителя, я считаю, что это модель поведения для всех, кто входит в спасение. Я не верю, что вы можете быть спасены, не встретившись с Иисусом. Я не говорю, что вы должны встретиться с Ним наяву, как ученики, но я не верю, что вы можете стать частью истинной Церкви Иисуса Христа другим путем, кроме как через Иисуса. Он сказал, «Я есть дверь, и кто войдет через Меня, будет спасен». Я считаю, что это модель нового рождения для каждого человека. А нужно встретиться с Иисусом, не просто верить в доктрины или присоединиться к Церкви, но иметь личную встречу с воскресшим Христом и принять от Него Божие дыхание, которое есть Дух Святой, а также стать новым творением. Мы переходим с смерти в жизнь. Я помню, как я встретился с Иисусом лицом к лицу. Не наяву, но лицом к лицу. Это произошло в армейском бараке британской армии во время Второй мировой войны. Я не имел никаких доктринальных знаний о спасении. Я не мог сказать, что я был рожден свыше. Я не знал, что нужно сделать, чтобы спастись, но, поверьте мне, я был спасен. Позже я получил и доктрины, но я встретился с Иисусом лично. Я хочу сказать вам, друзья, что вы не можете встретиться с Иисусом и остаться неизмененными. Вы можете присоединиться к церкви и остаться неизмененными. Своим разумом вы можете верить в различные вещи и остаться неизмененными. Но когда вы встречаетесь с воскресшим Христом, это вас меняет, и это навсегда. Это произошло 45 лет назад, и оно прошло испытание временем. Для меня это не было доктриной. Так же дело обстояло и для учеников. У них не было внезапного откровения о Писании. Они встретились с Иисусом и приняли Святой Дух. Жестственную вечную жизнь воскресения, нетленную и непобедимую жизнь. Иоанн писал, «Кто рожден от Бога, тот побеждает мир». С этой жизнью внутри вас вы не можете потерпеть поражение. Она непобедима. Она победила все зло. Она выше всего. Это прекрасно. Сейчас я хочу прочесть из своего конспекта. В этот момент ученики получили вечную воскресшую жизнь, но они еще не получили указания для служения. Несколько дней спустя Петр снова занялся ловлей рыбы. Он все еще не знал, каким было Божие предназначение для него, и они не оказали никакого влияния на Иерусалим. Иерусалим остался без изменений. Они каждый день молились и славили Бога в храме, но в Иерусалиме ничего не изменилось. И после этого Иисус сказал им, это произошло в период после Его воскресения и до Его вознесения. Иисус сказал им, вы получите еще большее. Не думайте, что вы получили уже все. Когда я встречаю людей, которые говорят, я все получил во время спасения, то я говорю им, если вы получили все, то покажите, где это все. И это должно быть видно. Я хочу прочесть два отрывка, где Иисус говорит о том, что нам нужно получить еще больше, чем то, что мы получили через новое рождение. Итак, Евангелие от Луки, 24 глава, 48 стих. Напоминаю, что эти слова были произнесены незадолго до Его вознесения, примерно через 40 дней после Его воскресения. Он говорит это своим ученикам. Вы же свидетели сему. «Я пошлю обетование отца моего на вас. Вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не обличете силу и свыше». То есть он говорит, что это еще не все. Вы еще не получили Божие обетования, но когда вы получите его, то получите силу быть мне свидетелями. Затем в Деяниях, 1 главе, 4 и 5 стихах, сказано так. «И собрав их, он повелел им, не отлучайтесь из Иерусалима, но ждите обещанного от Отца, о чем вы слышали от меня». Затем он объясняет, что это за обетование. «Ибо Иоанн крестил водою, а вы через несколько дней после сего будете крещены Духом Святым». Это и есть обетование Отца. Кто-то подсчитал, что в Библии находится 7 тысяч обетований, но это одно из главных обетований Бога и его детям. Вы будете крещены Святым Духом, а затем он объясняет цель этого. «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете мне свидетелями в Иерусалиме, и во всей Иудее, и Самарии, и даже до края земли». Итак, это обетование и крещение в Святой Дух, а его цель — принять силу, чтобы быть свидетелями. Этого еще не произошло. Эти слова были сказаны примерно через 40 дней после Пасхального Воскресения, когда они приняли Святой Дух во время нового рождения. Но Иисус сказал, что их ожидает новое переживание, когда они примут силу, чтобы быть Его свидетелями. Почти все комментаторы Библии из различных деноминаций согласны, что второе обетование исполнилось в день Пятидесятницы. Теперь откроем Деяние 2 главу и прочтем несколько стихов, которые описывают исполнение обетования. Сначала прочтем первые 4 стиха этой главы, и сейчас мы говорим о воскресении Пятидесятницы. При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушны вместе, и внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились. И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них. И исполнились все Духы Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать или дал им говорить. Это исполнение обетования. Хочу обратить ваше внимание на три последовательные фазы этого переживания. Во-первых, Дух Святой спустился с неба, как сильный ветер, и наполнил весь дом, где они находились. Напоминаю, что с лингвистической точки зрения слово «крестить» означает «погружать» или «погружаться». Итак, каждое крещение должно быть с «погружением». Водное крещение — это «погружение в воду», а крещение в Святой Дух — это «погружение в Святой Дух». При водном крещении вы опускаетесь в воду и выходите из нее, а при крещении в Святой Дух Святой Дух сходит на вас и накрывает вас сверху. Это можно описать так. Вы ныряете в бассейн во время крещения или проходите под Ниагарским водопадом, и то и другое является погружением. Но во втором случае — это погружение сверху. Я помню, как впервые увидел Ниагарский водопад и подумал, под ним невозможно находиться и полсекунды, чтобы при этом не погрузиться. Но это не такое погружение, когда вы опускаетесь, а такое, когда оно само сходит на вас сверху. Итак, в тот момент все ученики в горнице погрузились в Святого Духа, который сошел на них сверху. Он наполнил весь дом. То есть они полностью погрузились в Святой Дух. Это фаза номер один. Фаза номер два. Сказано, что все они наполнились Святым Духом. Каждый из них принял Святого Духа, так что стал полон им. Фаза номер три. Это так называемое переливание через край. Они начали говорить новыми языками, которые дал им Дух Святой. В Евангелии от Матфея 12 главе 34 стихе Иисус говорит, «Ибо от избытка сердца говорят уста». Иными словами, когда ваше сердце наполнено до краев, то переливание через край произойдет через ваше уста, то есть на словах. И так, когда они наполнились и больше не могли держать это внутри, произошло переливание через край. Они начали говорить, как Дух давал им говорить. Это три фазы того переживания. Погружение сверху, наполнение и переливание через край. Теоретически, вы можете остановиться в любой момент. Они могли бы погрузиться, но не наполниться. Или же они могли погрузиться и наполниться, но не иметь переливания через край. И мой вопрос к вам — зачем соглашаться на меньшее, если есть самое лучшее? Я часто проповедую католикам, и при этом я всегда напоминаю им, что два их любимых персонажа, Мария и Петр, приняли Святого Духа таким образом. Я говорю им, «Если они приняли так, то почему вы должны принимать иначе?» И в следующие несколько минут я видел сотни католиков, принимающих Святого Духа. А сейчас я хотел бы прочесть мои комментарии ко второму случаю. Сейчас ученики приняли проявленную сверхъестественную силу. Она была проявленной, то есть все вокруг знали, что произошло. Это не было лишь внутреннее переживание. Оно было сверхъестественным, и это была сила. Они приняли смелость для того, чтобы свидетельствовать. Раньше у них этой смелости не было. Они были рождены свыше, но не имели смелости рассказывать или говорить о Христе. Также они получили понимание Писания. И уже через несколько минут Петр без симфонии и без конспекта встал и сказал, что это именно то, о чем говорил Иои. За час до этого он не мог этого сказать, потому что у него еще не было этого понимания. Писание мгновенно ожило для них совершенно по-новому. И в-третьих, они были посланы на апостольскую миссию. После Пятидесятницы они больше никогда не планировали вернуться к рыболовству. И, наконец, это повлияло на весь Иерусалим. Через несколько часов уже все в Иерусалиме знали, что произошло что-то необычное. Когда они родились свыше, это не получило огласку, но когда они были крещены в Иссвятой Дух, это стало известно всем. Кто из вас на личном опыте знает, что это невозможно долго скрывать? Думаю, каждый в этом убедился когда-либо... Вы замечали, что каким-то образом это всех цепляет? Кто-то спросил моего друга Боба Манфреда, какие есть доказательства крещения. А он ответил, проблемы. А теперь давайте рассмотрим итог, записанный в самом низу. Я хочу разместить оба воскресения друг напротив друга. Слева — пасхальное воскресение, а справа — воскресение Пятидесятницы. Между ними есть три различия. Сейчас вы видите то, как я это написал, но это не так важно. В пасхальное воскресение был воскресший Христос, а в воскресение Пятидесятницы Христос был прославленный и вознесшийся. В пасхальное воскресение Дух вдохнули. Иисус вдохнул Дух в учеников, а в воскресение Пятидесятницы Дух был излит. Результат пасхального воскресения — жизнь. Результат воскресения Пятидесятницы — сила. Они не противоречат друг другу. Вопрос не в том, что должно быть лишь одно или другое. Они оба являются Божьей целью для Его народа. Но тот факт, что у вас были переживания пасхального воскресения, не означает, что вам не нужны переживания воскресения Пятидесятницы. Думаю, это ясно. Итак, Баптист, говорящий, что принял Духа во время спасения, прав, но он получил не все. Если честно, то мне кажется, что мало кто из нас получил все. Я думаю, что многим из нас нужно принять еще очень многое. Надеюсь, это принесет вам ясность. Когда я вижу сравнение этих двух воскресений, то у меня больше не возникает проблем. Кто принял Святой Дух, а кто нет. Каждая рожденная свыше Дитя Божия получила Святого Духа как результат нового рождения и новой жизни. Но каждая рожденная свыше Дитя, согласно Новому Завету, нуждается в крещении во Святой Дух и получение сверхъестественной силы для того, чтобы говорить об Иисусе. Эти понятия никак не конфликтуют между собой. Мог бы кто-то сейчас перевернуть листок на доске, и мы посмотрим, что там дальше. Примите, Дух Святой говорится, я хочу заметить, что это не рекомендация, а повеление. О, хорошо. Теперь все хорошо. Иисус обычно не давал рекомендаций, он повелевал. А теперь нечто очень важное. В Новом Завете, начиная со второй главы Деяний и далее, фразы принятия Святого Духа всегда относятся к воскресению Пятидесятницы. Так она используется в Новом Завете. Она не исключает и первого варианта, но со второй главы Деяний и далее. Везде, где говорится о принятии Святого Духа, имеется в виду то, что произошло в воскресении Пятидесятницы. Давайте быстро рассмотрим три примера. Деяние, восьмая глава. Событие, происходящее в Самаре после того, как Филипп проповедовал там Евангелие. В двенадцатом стихе сказано, «Когда поверили Филиппу, то крестились и мужчины, и женщины». Иисус сказал, «Идите по всему миру, проповедуйте Евангелие всякой твари. Кто поверит и крестится, будет спасен». То есть мы должны признать, что эти Самарине были спасены. Они поверили, крестились, но их опыт не был полным. И от Филиппа они ничего больше не получили. Находившиеся в Иерусалиме апостолы, услышав, что Самарине приняли Слово Божие, послали к ним Петра и Иоанна, которые, придя, помолились о них, чтобы те приняли Духа Святого. Они были спасены, но апостолы молились о том, чтобы они приняли Святого Духа. То есть это опыт не пасхального воскресения, а воскресение Пятидесятницы, «Ибо Он, Святой Дух, не сходил еще ни на одного из них». Обратите внимание, что везде, где говорится о крещении во Святой Дух, сказано, что Дух Святой сходит сверху, ибо Он еще не сходил ни на одного из них, а только были они крещены во имя Господа Иисуса. Они спаслись, приняли воодное крещение, но Святой Дух еще не сходил на них. Тогда возложили руки на них, и они приняли Духа Святого. Три раза здесь сказано, что этим спасенным крещенным верующим все еще нужно было принять Святой Дух, не так, как в Пасхальное Воскресение, а так, как Воскресение Пятидесятницы. Затем в Деяниях 10 главе описаны действия в доме Корнилия. Петр пошел и рассказал им об Иисусе, и Дух Святой сошел, перебив свидетельство Петра, и все те же язычники начали говорить на иных языках. И вот комментарий Петра, кто может запретить креститься водой, тем, которые, как и мы, получили Святого Духа. Он имел в виду, что слышал, как они говорили на языках. Они приняли Святой Дух так, как в День Пятидесятницы. Затем Деяние 19 глава 2 стих. Здесь Павел впервые пришел в Эфес и встретил там учеников, но ему показалось, что им чего-то не хватает, поэтому он задал им вопрос. Сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веров? Они же сказали ему, мы даже и не слыхали, есть ли Дух Святой. Если бы все автоматически принимали Святого Духа во всех смыслах во время спасения, то это был бы бессмысленный вопрос. Поэтому Павел говорит не о рождении свыше, а о переживании Дня Пятидесятницы. А теперь займемся практическим аспектом. Я хочу рассказать вам, как принять. Думаю, многие из вас уже приняли. Считаю, что маловероятно, чтобы в собрании такого размера все приняли Святого Духа. Я говорю это не только ради тех, кто еще не принял, хотя именно о вас я и думал в первую очередь, но также я рассказываю это как модель того, как учиться людей принимать Святой Дух. Еще я хочу сказать, что это работает. Я проверил это на личном опыте. Это не просто теория. Два года назад мы с Руфь работали с командой в Замбии, и в отдаленном уголке Замбии собралось 7 тысяч человек. Я очень аккуратно и систематично учил их о работе Креста, об освобождении от проклятия. Освобождение от демонов, что очень важно для Африки. А на четвертый день я принес им учения Святом Духе. Я учил их всему тому, чему учу вас. И затем я сказал, «А теперь я буду учить вас тому, как принимать». Потом мы подошли к моменту принятия, и я сказал, «С этого момента я хочу, чтобы вы не говорили ни одного слова на своем родном языке, только на новом языке». Пауза длилась всего минуту, и затем один человек начал молиться на ином языке, а в следующие 30 секунд еще 4000 человек были одновременно крещены в Святой Дух. И подобные вещи я видел во многих других местах. Какое-то время назад я был в католической церкви в Австрии. Католический священник пригласил меня, чтобы я рассказал о крещении в Святой Дух и иных языках. Если в католической церкви священник на вашей стороне, то вы просто не можете проиграть, вы чувствуете себя прямо как пророк Илья. Итак, я рассказал им то же, что и вам сейчас. В той церкви было около 900 человек, и когда я спросил, кто хочет принять Святого Духа, то как минимум половина вышла вперед. Я дал им простые инструкции, и они тут же заговорили на иных языках, а потом и запели на них. То красивое мраморное здание услышало такие звуки, которые оно еще никогда раньше не слышало. Вот так зрелище. Полтысячи человек, крещенные в Святой Дух, поклоняются Господу и поют на языках. Как только католики вырываются на свободу, их уже не остановить. И даже не знаешь, куда их это приведет. Протестанты, они более сдержанные, их волнует прав ли проповедник, здравая ли эта доктрина. Но в католической церкви самое важное, что это разрешено руководством. Это серьезный показатель, хотя и вызывает много проблем. А теперь хочу сказать что-то очень важное. Отличительная черта или печать крещение в Святой Дух, это иные языки. Некоторые люди называют это доказательством, а я предпочитаю называть это кульминацией крещения. Это не погружение, не наполнение, а переливание через край. Вы можете остановить это. Многие люди были наполнены Духом, но переливания через край так и нет. Почему? Павел говорит о печати Святого Духа и в послании к Ефейсинам, и в послании к Коринфянам. Печать это то, что помещают на какой-то объект и таким образом оставляют на нем видимую отметину. Она не невидима. Это то, что отличает этот объект от всех остальных. Вот что такое печать Святого Духа. Она отличает этих людей от всех остальных. Как только вы приняли Святой Дух, вы отмеченный человек, отмеченный как для людей, так и для сатаны, между прочим. Печать, которую я вижу в Новом Завете. И это мое мнение. Это говорение на иных языках. Я создал четыре комментария. Во-первых, это печать, которую получили апостолы. Они ждали ее около десяти дней. Но когда они заговорили на языках, то больше не ждали ее. После этого больше никто никогда не ждал крещения в Святой Дух. Идея о том, что вам нужно ждать недели, месяцы или даже годы, не соответствует Писанию. После Пятидесятницы больше не было промедлений. Однажды я встретил Пятидесятника, который сказал, «Я ждал крещения в Святой Дух 25 лет». Я сказал, «Я знаю, в чем ваша проблема? Вы хотите, чтобы все сделал Бог?» Он ответил, «Верно, я хочу, чтобы все это было от Бога». Но тогда вы никогда его не получите. Бог делает свою часть, и вам нужно сделать вашим. И мне несложно поверить в то, что он умер, так и не заговорив на иных языках. После Пятидесятницы ожидания уже не соответствуют Библии. Итак, это была печать, которую получили апостолы, и печать, которую они узнавали на других. Прекрасный пример — это семья Корнилия. Петр даже не верил, что язычники могут стать христианами, но когда он услышал, как они говорят на языках, то тут же сказал, «Крестите их!» Они получили то же самое, что и мы. Он не ждал, чтобы увидеть плоды. Он не проверял, знают ли они доктрины. Он сказал, «Они получили». Они никогда не просили никакой другой печати. И Новый Завет тоже не предлагает никакой другой альтернативной печати. Мне кажется, что в этих записях слова немного перепутаны, но думаю, что вы достаточно умны, чтобы расставить их в правильном порядке. Давайте вернемся к тому, как принимать. Вначале откроем Евангелие от Луки 11, главу 11 стих. Это слова ободрения. Иисус говорит, «Какой из вас Отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень, или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы, или если попросит яйца, подаст ему скорпионом». Иными словами, он говорит, что если ваш ребенок просит что-то хорошее, отец никогда не даст ему что-то плохое. Затем он применяет это к нашему Небесному Отцу. Он говорит, «Так, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у него». Я слышал, как христиане говорили, что просить Бога о Святом Духе это не по Писанию. Но Иисус говорит, «Если вы дитя Божие и рождены свыше, когда вы имеете право просить о Святом Духе, он возлагает на нас ответственность за то, чтобы просить об этом. Если вы рожденные свыше Дитя Божие, если вы приходите к Отцу через Иисуса, если вы просите чего-то хорошего и того, что соответствует Писанию, вы никогда не получите что-то плохое. Это гарантия. А теперь шаги к принятию. Евангелие от Иоанна 7, глава 37. Мой стих. В последний же великий день праздника стоял Иисус и возгласил «Кто жаждет, иди ко мне и пей». Кто верует в меня, у того, как сказано в Писании, из чрева потекут реки воды живой. В детстве я посещал англиканскую церковь, и меня всегда шокировало, когда читали этот отрывок. Я думал, как в церкви можно говорить о чем-то столь вульгарном, как «чрево». Но правда в том, что именно оттуда он и проистекает. Внутри нас есть место, и на греческом оно описано как «вогнутое место». Это то же самое, что и небесный свод. То есть, внутри верующего есть место, отведенное специально для Святого Духа. вы об этом знали? Итак, не будьте слишком духовны. Но это говорит о том, что Дух Святой может быть прямо в вашем теле. Из чрева. Когда я принял крещение в армейском бараке, когда никого не было рядом, я ощутил это в своем животе. Я подумал, что будет дальше? Затем я сказал Богу, если ты хочешь, чтобы я говорил на иных языках, то я готов. У меня не было амбиции. Как только я это сказал, огонь поднялся из моего живота к моему горлу, и в следующий момент я ощутил, будто бы в моей гортани прыгает резиновый мячик. Я понял, что это был мой собственный язык. Я открыл рот, и из него начали выходить странные звуки. Но я чувствовал, что все началось в моем животе. Именно это и сказал Иисус. Из чрева потекут реки трансформации. У нас есть жаждущий человек, которому не хватает даже для себя. Он принимает Святой Дух и становится каналом рек. Не реки, а рек живой воды. Вот так трансформация. И автор Евангелия продолжает. Сия сказал он о Духе, то есть о Святом Духе, которого имели принять верующие в Него в Иисусе. Итак, верующие должны принять Святой Дух, ибо еще не было на них Духа Святого, потому что Иисус еще не был прославлен. В этом смысле Дух Святой не мог быть дан, пока Иисус не был прославлен. А когда Иисус был прославлен? Когда Он поднялся на небо и сел одесной Отца. А теперь давайте быстро вернемся ко второй главе книги Деяний. Здесь Петр подытоживает то, что случилось в день Бог воскресил, чему мы все свидетели. Итак, Он был вознесен ясницею Божией, ведь прославившись и приняв от Отца обетование Святого Духа излил то, что вы ныне видите и слышите. Итак, прославленный Иисус получил от Отца дар Святого Духа и излил его на учеников и результат этого всего можно было увидеть и услышать. Это не было невидимое внутреннее переживание. Это было переживание, которое повлияло на их тела и на их органы чувств. А теперь вернемся к седьмой главе Евангелия от Иоанна. Как принимать? Здесь находятся четыре очень простых шага. Проблема не в том, что они сложные, а в том, что они простые. И люди с теологическим складом ума и любящие осложнения считают их слишком простыми, чтобы поверить в них и поступать соответственно. Что это за шаги такие? Во-первых, будьте жаждущими. От вас не требуется знание Писания наизусть. От вас даже не требуется постоянство в приношении десятины. Но вы должны быть жаждущими. Это очень важно. Я говорю людям, которые приходят ко мне. Запомните. Крещение для жаждущих, освобождение для отчаявшихся. А когда люди приходят ко мне за освобождением, то я иногда говорю им, я не могу вам помочь, потому что вы не в отчаянии. Приходите, когда отчаетесь. Но сейчас мы говорим не об этом, а о принятии Святого Духа. Оно для одной группы людей, для жаждущих, а не для теологов. Оно не для супердуховных, а для жаждущих. Если вам кажется, что вы не подходите, что вы слабы и не способны сделать то, чего от вас требует Бог, тогда вы подходите, потому что вы понимаете, что вам нужно больше Бога, чем вы имеете сейчас. Вот что значит быть жаждущим. Это все, чего просит Бог. Во-вторых, Иисус сказал, «Придите ко мне». Дэвид Дюплеси очень ясно сказал, «Есть только один креститель, его зовут Иисус». Если вам нужно крещение в Святой Дух, то вам нужно пойти к крестителю. Совершенно верно, это Иисус. Никто другой не даст вам этого. Ни один человек не может крестить в Святой Дух. Они крестили водой, но только Иисус крестит в Святой Дух. К счастью для нас, Иисус сказал, «Приходящего ко мне не прогоню вон». То есть, если вы приходите, то знаете, что Он примет вас. Что вы должны сделать дальше? Вот в чем проблема. Вот где? Все становится практичным и настолько простым, что у религиозных людей возникают проблемы. «Вы должны пить». Никто не может заставить вас пить против вашей воли. Знаете старую пословицу? Можно привести лошадь к воде, но нельзя заставить ее пить. То же самое можно сказать и о членах церкви. Никто не может заставить вас пить. Это решение вашей воли, и это очень просто. Я говорю людям, что никто и никогда не принимал крещение в Святой Дух с закрытым ртом. Такого никогда не будет. Вам нужно открыть свое естество и начать пить Дух Божий. Вы пьете невидимую воду, а невидимый Дух Божий, который Иисус изливает на вас. Почему Он изливает его на вас? Потому что вы Его об этом попросили. Вот как все просто. Он сказал, если вы придете, то я это сделаю. Самый простой способ питья это вдыхать. Я видел, как сотни людей делали это одновременно, но были и те, которые так и не смогли принять. Это те, кто стояли с закрытыми ртами. Они ничего не получили. Вот в чем проблема. Люди застенчивы. Никто никогда не учил их делать такое в церкви. И у нас остался еще один этап. Вы напились, а теперь вам нужно выпустить то, что переливается через край. Из чрева подсекут реки воды живой. Это было сказано о Святом Духе. Итак, финальная фаза — это переливание через край. Как это происходит? Через уста, через речь. От избытка сердца говорят уста. Из-за того, что это было сверхъестественное наполнение, то будет и сверхъестественное переливание через край. Вы говорите не на том языке, который вы знаете, а на том, который дает вам Святой Дух. Вы никогда его не слышали, никогда не учили, никогда не понимали, наверное, никогда не поймете. А как знать, что это правильно и хорошо? Ответ прост. Вы просили о хорошей вещи. И в Евангелии от Луки Бог дает вам письменную гарантию. Если вы просите чего-то хорошего, то никогда не получите ничего плохого. Давайте скажем это вместе. Если я прошу что-то хорошее, то никогда не получу ничего плохого. А теперь повернитесь к своему соседу и скажите ему, если вы просите что-то хорошее, то никогда не получите ничего плохого. Теперь мы убеждены в этом. А сейчас я хотел бы рассказать вам о двух возражениях сатаны. Если бы я попросил поднять руки тех, кто были крещены в Святой Дух, то 90% подняли бы руки. Возражение номер один. Старый обвинитель сразу рядом с вами. И когда вы начинаете говорить на иных языках, он говорит, это не по-настоящему. Ты сам это говоришь. Итак, каков ответ? Вам нужно иметь его. Ответ звучит так. Да, сатана, ты прав, я делаю это сам. Да, это говорю я, но Дух Святой дает мне этот язык. В Деяниях второй главе сказано, что все они стали говорить, как Дух дал им провещевать. Дух не говорил вместо них, Он дал им слова, а они говорили. Вот почему я сказал о том человеке, который ждал 25 лет, что он умер, так и не дождавшись, потому что он хотел, чтобы Бог все сделал за него. Бог не будет все это делать. Вы делаете свою часть, Бог сделает свою, но Он не заставит вас говорить. Я слышал, как люди рассказывали, что Дух Святой заставлял их что-то делать. Я в это не верю. Дух Святой никогда не заставляет своего ребенка что-то делать. Петр писал, Дух Святой просил меня, но не заставлял меня. У вас есть свобода выбора, и Бог никогда не посягнет на эту свободу, потому что Он создал вас именно так. И вы не можете говорить закрытым ртом. Я помог многим людям. Я говорил им, откройте рот, двигайте языком, шевелите губами, артикулируйте, выговаривайте каждое слово. Вы сидите за рулем, и вы принимаете решение. Ваша воля это включатель. Сила внутри уже есть, но только вы можете включить ее. Итак, ответ для сатаны. Да, сатана, это говорю я, но Дух Святой дает мне слова. Следующее возражение звучит так. Откуда вы знаете, что получили то, что нужно? Это звучит очень глупо. Каждый незнакомый вам язык звучит глупо. Я слышал множество языков во многих частях мира, и все они звучали как-то странно. Неизвестный язык действительно странный, но как знать, что вы получили то, что нужно? Как мы знаем, что получили то, что нужно? Мы просим хорошую вещь, и Бог гарантирует, что мы никогда не получим плохое, если просим о хорошем. Он вознаграждает тех, кто старательно ищет Его. Единственное, что осталось сделать, это принять. Некоторые из вас не были крещены в Святой Дух, то есть у вас нет этой печати. Возможно, вы получили, но переливания через край не было. А у некоторых из вас было переливание через край, но вы сомневались в том, правильно ли это, и у вас никогда не было смелости, чтобы продолжать это делать. Вы никогда по-настоящему не изливали это. Если вы хотите излиться полностью сегодня, то в конце этого служения я хотел бы помочь вам. Я буду просить вас подняться, но не волнуйтесь. Затем я поведу вас в молитве, в ходе которой вы придете к Иисусу и примете. У нас мало времени, поэтому если хотите принять, встаньте. не стесняйтесь и не волнуйтесь. Некоторые из вас не до конца уверены, приняли ли вы. Вы сказали несколько слов, ваши губы шевелились, но вы не совсем уверены. Идти к Богу за наилучшим это разумно. Я просил бы вас тоже подняться. Вы сможете иметь чистую реку. Я говорю людям так. Запомните это не лужа, а река, которая течет постоянно. Вы не можете просто сказать, в 47 году я один раз говорил на иных языках. Это не река, а лужа. Если есть еще желающие подняться, то поднимайтесь. Кто может мне сказать, сколько времени у нас осталось? Пять минут. Этого достаточным. Мы вложимся в пять минут. Времени больше, чем достаточно. Это занимает много времени. Сейчас я произнесу молитву вслух, и хочу, чтобы вы повторяли ее за мной. Но помните, что вы молитесь не мне, а крестителю, нашему Господу, Иисусу Христу. Вы произнесете слова, которые будут указывать на то, что вы подходящий кандидат, а именно жаждущий человек, приходящий к Иисусу. И когда вы произнесете последнее слово «Аминь», то после этого вы должны прекратить молиться. После этого не молитесь, начните пить. Не нужно шуметь, просто тихо вдыхайте Дух Божий, сфокусируйтесь на Господе и забудьте об окружающих. Затем наступит момент веры, когда вы будете высвобождать новый язык. Некоторые из вас готовы сделать это прямо сейчас. Вам нужно преодолеть звуковой барьер. Вам не нужно кричать или орать, но вы должны говорить достаточно громко, чтобы слышать себя, чтобы уйдя отсюда, вы знали, что слышали, как сами молились на иных языках. Итак, после слова «Аминь» никакого родного языка, никакого русского, английского, испанского или китайского, быть неизвестный язык. Ладно, это все. Господь Иисус Христос, я верю, что Ты Сын Божий и что на кресте Ты умер за мои грехи и воскрес из мертвых. Я верю в Твое прощение и очищение. Я верю, что Ты принимаешь меня как Дитя Божие. Из-за того, что Ты принимаешь меня, я принимаю себя как Дитя Божие. Если в моем сердце есть какая-то обида, какое-то непрощение кому-либо, я отпускаю все это, я всех прощаю, как Бог простил меня. Если я когда-либо участвовал в оккультизме, то я признаю, что это грех. Прошу о Твое прощение и отрекаюсь от всех контактов с сатаной и с оккультными силами во имя Иисуса Христа. А теперь, Господь Иисус, я прихожу к Тебе, как к моему крестителю в Святой Дух. Я отдаю Тебе мое тело, чтобы оно стало храмом Твоего Духа. Я отдаю Тебе мой язык, чтобы он был инструментом праведности и прославлял Тебя на новом языке. Вера, я принимаю это сейчас. Я благодарю Тебя за это во имя Иисуса. Аминь. А теперь начинайте пить. Просто вдыхайте. Вдыхайте, а затем начинайте говорить. Откройте рот, двигайте языком, шевелите губами и используйте свой голос. Многие из вас уже готовы это делать. Именно так. Именно так. Когда ваши губы и язык шевелятся, то подключите свой голос. Вам не нужно стыдиться. Это пришел Дух Святой, а Он уважаемый гость. Халилуя. Спасибо Господь. Давайте все поднимемся на ноги и прославим Бога на языках. Ха-ла-ва-ра-нда-la-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Субтитры Алексею Дубровскому!